Народ, всем привет! Настало время купить зарядку магнитную 3 в 1. Ну, потому что у меня, как и у любого нормального человека, есть смартфон, умные часы и наушники. Они обязательно в таком наборе, но все это можно заряжать беспроводным образом. Я страшный противник подобных историй, но, блин, это, черт возьми, удобно. Тем более, что за время эволюции там появилось несколько интересных решений. Я зашел к нашим друзьям biggik.ru на сайт и выбрал вот такую вот штуку. Думаю, ну, это супер банально, да, вы скажете, здесь просто площадка, на которую кладешь 3 девайса. Я тоже так подумал. А дальше меня было не остановить, потому что там выбор, оказывается, охренеть. Засылай, Женя, вообще полетели. Хочешь компактно-дешево? Пожалуйста. Хочешь вот такую вот штуку, которую пристыковываешь к пятаке? Пожалуйста. Хочешь старые добрые провода втыкать? И так можно. Есть вот такие вот вещи, опять же, дешевые. То есть здесь вопрос цены стоит весьма интересным, потому что Белкни тебе предлагает уже варианты с MagSafe, чтобы ты не парился и магнитно все это подключал. Есть вот эта самая пятака, которая еще и со встроенным PowerBank. Мало того, что ты заряжаешь беспроводным образом телефон, так ты еще можешь и взять с собой PowerBank. И вот эта штука втыкается сюда, это комплект. Дальше ты берешь вот такую штуку, опять же, от ребят из Satechi, которая заряжает тебе еще и пару iPad'ов, а это тоже хорошо. Вот эти, ребяточки, Nomad делают классные штуки. И вот это, на самом деле, на мой взгляд, одна из самых интересных, потому что кроме того, что ты можешь заряжать беспроводным образом, здесь есть еще два USB-выхода, входа, которые позволят тебе подключать провода, а это тоже иногда нужно. Потом я взял вот такую ультраштуку от Moffy, потому что здесь у тебя вообще куча всяких нычек, куда все это можно сделать. И как будто бы я уже познал дзен, но потом я нашел ее. Идеальную! Три в одном за идеальную! Господи, просто! От хрен пойми, какого бренда не соврать за 3-4 тысячи рублей. Залетайте к ребятам и сбеги к цену, сами проверите. Засылай! Боже мой! Почему ребята из Apple это не придумали? Вот такая маленькая, пусечка приятная. Мы ее сейчас с вами распакуем и заценим. Поехали! У вас может возникнуть вопрос, типа, Валя, а вот это ты зачем заказал? Я сам не знаю, но давайте так. Если вам тема зайдет, пишите в комментах, и я сделаю ультимейт дайджест гайд выбора зарядки три в одном. Потому что, серьезно, сегодня столько девайсов, а там еще Apple готовит нам Mixed Reality Super Pupier гарнитуру. Все это заряжать когда где непонятно, и я считаю, что настало время, да? Несмотря на то, что беспроводные зарядки в смартфонах уже очень давно, и даже в айфонах они уже прилично времени. Но вот как будто бы все это было немножко все такое себе. И вот прямо сейчас, уже в 2023 году, без таких прибамбасов, ты вот немножко не кайфуешь. Потому что вот это ходить, вечно все втыкать, вот это вот класть, а ну куда-то там пи*** на пол, ты такой пи***. И это не заряжено, и вечно ты подтыкаешь где-то там из-под кровати, достаешься, я заколебался уже. Но сегодня о величии. Как вы знаете, у Apple есть MagSafe Charger Duo на два устройства. То есть это у вас телефон плюс часы, или наушники плюс часы. Нельзя сделать так, чтобы у вас были, допустим, наушники плюс телефон, потому что этот самый зарядник для часов, он уникальный, и ни с чем, блин, не больше коннектится. И странно, что сама Apple не сделала на три девайса, это же охренительно очевидно. Это вообще подается как тревел-история, которая, знаешь, все в одном. И очевидно, что здесь, к сожалению, нету адаптера питания в комплекте. Подразумевается, что вы используете айфоновский, благо сегодня ватт в нем предостаточно. И, конечно, это все не быстро. Здесь написано, что 7.5 MagSafe для iPhone 8 и старше, а также, соответственно, немного ватт прилетит и в наушники с часами. Но, понимаете, какая штука? Если вы никуда не торопитесь, а на отдыхе вы обычно не торопитесь, то за ночь-то оно все зарядится, и как бы хрен бы с ним. Поэтому я вот лично не очень понимаю вот это желание сделать все максимально быстро. Все мы куда-то летим, все что-то торопимся, это все баловство. О, хрен, оно как-то открывается, все непонятно. Так вот, здесь, кроме того, что все это, понимаешь, неистово на три девайса ты делаешь, так оно еще и может домиком собираться. Это еще и подставка для вашего телефона. Я когда увидел такой, хочу, значит, в комплекте, а, нет, смотри, к проводулю положили. Вот, молодцы, не зажали проводулю, потому что все это заряжается, а, внезапно, по USB-C. В отличие от Apple-овского продукта, который, понятное дело, заряжается от Lightning, здесь у нас USB-C, что, наверное, даже удобнее. И вы понимаете, что это устройство, в принципе, под Apple-экосистему, хотя подобные вещи, уверен, существуют и под другие смартфоны. И фишка-то в чем? Дело в том, что сам charger Apple-овский, он тоже с USB-C, поэтому вы сможете этот проводок использовать и с оригинальной зарядкой. Он не супер длинный, я считаю, что мог бы быть и подлиннее, потому что вот на столе, например, использовать с такой хренобобелью неудобно. Я бы сразу брал, ну, реально, подлиннее. Это мой вам совет. Go Mag Trio от компании Basic. Тут есть юзер-гайд, как все это использовать. Вы можете взять charging option так, сяк и наперекосяк. Соответственно, вариантов много, это все замечательно. И давайте посмотрим, как... Ах ты! Вот это приятные неожиданности. Кто бы мог подумать, что тебе положат вот такой вот мешочек. А знаете, где его нет? Правильно, в Apple-овском дуо-чарджере, потому что Apple вам его зажал. Ну, вот эта вот пластиковая мыльня не очень нарядная, а здесь вот дальше вот оно, понимаешь, вот оно. Господи, величие. Раз, два и три. Охренительно. А она еще и поднимается. Ну, вообще, да ты понимаешь, что это вообще? Это что за черная магия вообще? Это идея, это лучшее, я нарекаю ее лучшей зарядкой в мире вообще, прямо сейчас. Все это на магнитиках собирается. Господи, боже мой. Вот такую штуку с собой берешь и используешь. И в чехольчик кладешь, смотри. Да это даже... Это так хорошо, что мне нужно даже подышать пять секунд, чтобы прийти в себя. Господи. Проводуля только белая и не в кассу, и дешманская. Могли бы что-то поинтереснее сделать. Но не за эти деньги, ребята. Хотите красивое, можете сами купить. Давайте раскладывать наши ништяки. Собственно, это пока тоже убираем. Значит, все максимально понятно, да. Сюда мы кладем телефункен. Оно еще и примагничивается. Боже мой. То есть это все с поддержкой. Максей, вы думали, что это хохлы-мухлы. Здесь мы вот это можем отцепить. Вот это тоже примагничивается. И вот это тоже примагничивается. Господи, ты понял вообще? Ты понял вообще, что происходит? Это идеально. Это идеально. Надо понять, работает оно вообще или нет. Давай. Будет ли заряжаться? Проверяем. Так, это дзынькнуло мразь. Это дзынькнуло мразь. И это горит. Все мрази заряжаются разом. Восторг. Но, если вы думали, что это все, нихрена подобно. Во-первых, вот эта штука может быть ночным стендом. То есть вы можете заряжаться и вот так вот еще и на часики свои пялиться. Все это немножко неаккуратно выглядит, но как бы хрен с ним. А, тут еще есть индикаторы, ты понял? Синий-красный, которые отвечают за что? А, что они говорят? А, они говорят о том, что у нас заряд идет направо и налево. Смотри, я кладу сюда. Оп, синеньким загорелось, значит заряд пошел. Обратите внимание, как это выглядит. Я могу, кстати, здесь часы не заряжаются. Смотри, сюда положил. Заряжается, а этот сейчас погаснет, да? А что ты голубым-то горишь, чучело? А, во, погас. Теперь смотри, телефон положил. Синим загорелось, заряд пошел. То есть у тебя есть еще даже индикаторы дополнительные, говорящие о том, что все это заряжается. Тебе даже на телефон смотреть не надо. Господи, как это хорошо. Но, дальше, дальше это убираем. И собираем из этого вундервафлю. Вот такую треугольную. Вот такую треугольную приятную. Нет, она как-то не так собиралась. Вот смотри, теперь ты вот сюда вот клеишь часы, потому что они же, это самое, они же, да, они магнитные, поэтому они здесь висят, смотри, держатся. Но, видишь, Apple Watch ультраздоровый, поэтому с обычными часами было бы ловче, а здесь эта штука не до конца открывается, потому что мешают сами Apple Watch, но они при этом заряжаются. А сюда ты клеишь телефон, ты понял? Смотри. И у тебя получается подставка для просмотра, короче, этого самого, я не знаю, футбола. Это как-то не секьюрно вышло. Вот такая у меня есть подставка, есть телефон, есть кубок Испанской лиги, который я буду сегодня смотреть, потому что Барселона Бетис играет. И вот, понимаешь, у меня все, все стоит. Оно, короче, разваливается, но держится. Держится и при этом заряжается. И все это очень, очень ловко выглядит. Более того, только что я углядел вот такую вот историю. Ты можешь сделать подобную вот хренобобель. Сюда ставишь часы, и у тебя получается такой трон для часов. Все немножко хлипкое какое-то, немножко. Но это потому, что у меня самые тяжелые из возможных аксессуаров, да, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Ultra. Все-таки эта штука для более компактных устройств, но при этом и с этими хреновинами работает. И еще раз, все это стоит 3000 рублей, ну 4. Я считаю, что это абсолютное, абсолютное величие три в одном для экосистемы Apple. Ты просто купил, разложил себе вот так вот, где бы ты ни был, и пошел. Компактно, обрати внимание. Ну, то есть, кроме того, что тебе нужен еще адаптер питания, в целом это компактное решение. Я остался под впечатлением. Мне очень нравится. Это прям, это прям крутяк. Но, конечно, я бы использовал это действительно как портативное решение, типа походное. А для жизни непосредственно на тумбочке у кровати нужно что-то помощнее. Так что пишите в комментариях, хотите ли вы гайд по зарядкам в экосистеме Apple. Ставьте лайки, пишите в комментариях вообще любые мысли, о чем вы думаете. И спасибо, что смотрите канал. Очень приятно. И я надеюсь, что мы вас будем радовать разным контентом. И вот таким лайтовым, и чем-то более серьезным. Сейчас я соберу, чтобы красиво было. Во. Пока.